Всем привет! С вами Ярослава Награмакина, канал Наши Дети. Сегодня у нас будет обзор на музыкальную портативную колонку Dexp P170 Street Art цвет красный. У нас в Улан-Удэ, в People's Park, в магазине DNS. Он стоит 799 рублей. Без рубля 800, точнее с рублем 800. Вот находится он в такой упаковке. Стрит-арт, уличный арт. Давайте посмотрим. Вот такой идет ремешок в комплекте белый. Может лежать отдельно. И вот такой провод. На одном конце вы видите, он такой, как для зарядки мобильного устройства. На одной такой круглый и на другом конце, чем с USB. Тут же в коробочке у нас лежит гарантированный талон Dexp, который не надо терять, мало ли что. И вот такое руководство пользователя на русском языке. Если хотите, можете его прочитать. Давайте посмотрим, что у нас представляет себя колонка. Колонка вот такого размера, где-то, наверное, 10х10. с логотипом, типа граффити. Сзади у нас имеется кнопка включения-выключения, DSAIN, USB и для microSD разъема. Здесь у нас впереди есть кнопочки с буквой M, с телефонной трубкой со знаком минус и плюс. Значит, тут у вот этой портативной колонки есть три режима пользования. Когда вы только ее включаете, она работает как колонка через Bluetooth, которую можно подключить к вашему телефону. Если вы слушаете ее как колонку от телефона, то потом вам кто-то позвонил, вы можете ответить, нажав вот на значок телефонной трубки. Если вы будете нажимать минус и плюс, вы будете как бы листать ваши композиции. Для того, чтобы сделать громче, надо зажать плюс, долго на него как бы давить. Ну, а чтобы потише, нажать минус, вы сделаете громкость тише. Если вы зажмете буковку M подольше, у вас включится следующий режим. Это будет радио. Давайте включим. Когда вы включаете, вот здесь on-off, вы включаете, и у вас верхушка становится, видите, такого синего света. Особенно хорошо это видно в темноте. Сейчас она у нас находится в режиме подключения к телефону. Если мы нажмем долго на M, Radio, да? Радио. Радио у вас просто так не будет играть, оно, видите, защипело. Чтобы радио играло, вам нужно подключить антенну. Для этого вы включаете DC-IN вот сюда, который будет. Чтобы вот так еще сделать, дадим долго на минус. Чтобы листать дальше, вы переключаете вот этими плюсами и минусами. Чтобы настроить радио, зажмите M, оно начнет вам искать радио. Радиоточки самостоятельно. Здесь раз, следующую, следующую, следующую. Так, включим. Для того, чтобы слушать флешку, например, флешку вы можете вставить сюда в USB-порт и слушать, либо в microSD, мне кажется, это удобнее, что здесь ничего не торчало, не мешалось. MicroSD вставляется вот так, вот этими металлическими штучками, не знаю, как они правильно называются, вверх. Тогда она у вас вся уйдет. Все. Вы включаете колоночку вашу, да? Выбираете следующий режим. Нет, не блютуз, не радио. И мы выбираем. Выбираете флешку. Флешку выбрали, начали листать. Она будет у вас играть, если у вас есть, правда, на ней какая-то музыка. Видимо, ничего нет. Ну вот, в принципе, такой разбор. Если вам понравилась эта колонка, она хорошо пока держит заряд, пишут, что до 300 раз можно заряжать, и тогда объем аккумулятора снизится до 80%. После 400 зарядок снижается до 60%. Но это, в принципе, как бы допустим, погрешность. С вами была Ярославна Громакина. Ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!